четвертая часть сейчас она когда так вот щелкнет то сразу начнем мы сердце мечтою вы с небес голубая нашей общей судьбою стала вера живая он нас делал родными он нас делал друзьями дал нам новое имя нас зовут христиане он нас делал родными он нас делал друзьями дал нам новое имя нас зовут христиане иисус стал нам другом мы на деле узнали он врачует недуги ударяет печали он нас делал родными он нас делал друзьями дал нам новое имя нас зовут христиане он дарует прощение мир и счастье безмеры и он нас делал родными он разделал друзьями дал нам новое имя нас зовут христиане он он дарует прощение мир и счастье безмеры и второе рождение только искренне веруй он он нас делал родными он нас делал друзьями дал нам новое имя нас зовут христиане он аллилуйя нас зовут христиане у нас имя самое великое имя да потому что есть много имен в этом мире но есть одно имя которое превыше всякого имени и в этом веке и грядущим во всей вселенной есть одно имя пред которым всякое небесное и земное и преисподне колено склоняется и ни в ком другом нет спасения это имя иисус христос аминь и вот сегодня конечно вот размышляем о рождестве рождественские беседы потому как сегодня 25 декабря и по календарю да мы вспоминаем о рождестве иисуса христа размышляем о рождестве вот сегодня тоже ночью так вот подключался онлайн к трансляциям с разных церквей но больше всего честно говоря не в обиду будет никому грузии подключался значит мне очень понравилось пение я знаете вот скажу что если бог дал разные таланты конечно разным народом но моя мечта петь как грузины поют это скажу что вот как они пели проставляли бога о я заслушался я грузинский не знаю там пару слов только но у нас только все прекрасно вот настолько вот это пение вот и общим пением и хор у них пел и священники их не пели я прям вот значит ночью подключаясь слушал это пение потом уже утром перезагрузил там значит уже и в записи уже пошла уже запись уже этого служения трансляции евангелической баптистской церкви там насчет с грузии епископа суда на год сиридзе значит тоже отметил ее на что она отметил братьев там сестер от насчет всех насчет и знаете конечно в разных народов разных племенах на разных наречиях славится бог слышал тоже и запись про уже старую запись уже ну как старую пятнадцатого года запись в корее там в одной из больших церквей там огромный хор там тысячи тысячи людей вот пели рождественские гимны так интересно было послушать тоже как бы водные на разных наречиях проставляется родившийся христос ради нашего спасения пришедший на эту землю слава богу и вот можно еще что-то споем да можем спеть да вот вот мартин лютер в этом году часто его вспоминали добрым словом вот и он сам не только был реформатор до церкви дате не просто реформатор теологии а он был еще и реформатор музыки в прославлении бога знаменитые немецкие хоралы этаж его детище собственно и даже враги реформации тогдашние они вынуждены были признать что во многом идеи реформации тогда в шестнадцатом веке распространялись благодаря этим песням благодаря пению вот и сам мартин лютер одно из его самых таких прекрасных высказываний звучит следующим образом что он говорил что для дьявола ничего страшнее нет чем поющий поющий христианин там имел суду воспевающие бога вот именно христианин слава богу и вот споем сейчас отец небесный я кстати эту песню слышал первый раз в девяносто шестом тогда даже я еще ну да и горы еще я не вышел то есть я начали еще не выходил еще из традиционно православной церкви был еще там настоятельным храма но я уже понимал что недели месяца мотиву и я уже закончится да все я уже я уже созревал к тому чтобы уйти уже из традиционного православия понимал что во многом я уже не согласен с учением традиционной церкви разочаровался многих этих учениях ложных и к библейскому учения больше стал так льнуть все значит и я побывал тогда белоруссии в минске был такой жив еще брат марчук такой кто помнит если кто в белоруссии бывал в то время или слышал брат такой был марчук старший епископ был по белоруссии очень хорошего рад был и у меня благоставлял тогда значит он знал что освещение к традиционной церкви но так в поиске таком вот значит на пути даже потому чтобы выйти из традиционного православия у меня благоставил тогда помолился надо мной и насчет и старец уже тогда уже старец глубокий вот он вскоре после того ушел в вечность уже вот и и знаете вот и но я благодарю бога что вот я застал его увидел его в теле еще и вот и он меня благоставлял тогда его тогда как раз на одном из служений там у него у брата марчука я вот как раз и слышал вот это вот пение но мне очень сильно запала в душу там сводный был хор я так понимаю сводный наверное потому что с разных были регионов белоруссии там были перчи певцы братский хор был братья пели настолько мне так понравилось это а потом я еще и в записи одна из групп у них как музыкальных под аккомпанементов они пели очень тоже понравился слава богу слава иисусу отец небесный мы с любовью за все тебя благодарим мы сына твоего мы ты кровью это боль благовенья и стоим слава всем могущему богу он был он есть он на грядет слава всем помогущему богу 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 веки веков бог с блестными coal за все тебя благодарим мы сына твоего Омытый кровью, пред Тобой в благоговении стоим, Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть, Он вновь глядет. Слава всемогущему Богу, во веки веков. Аминь. Слава Богу. И пусть Бог благостает всех вас, дорогие друзья, те из вас, что уже приняли своим Спасителем Господом Иисуса, Спасителем своим Иисуса Христа, то благодарю Бога за вас и благоставляю вас, как братьев, сестер, по вере во Христа Иисуса. Кто еще не принял спасение, то примите. Примите сегодня жизнь вечную, примите сегодня Божью любовь, Божье прощение, все грехов, Божья милость эту во Христе Иисусе. И пусть вот тот день, когда миллионы и миллионы верующих вспоминают Рождество Иисуса Христа, пусть станет днем Рождества и вашей жизни, Рождества Христового в вашей судьбе. Слава Богу. Да, и я порой даже студентам тоже некоторым говорил, и раньше, что говорю насчет Рождества, когда отмечать правильно говорили, батюшка, 21, 25 или 7 января, я говорю, знаете, можно и не так, и не сяк, а как? А вот так говорю. Если вы помните дату, когда вы приняли Христа как Спасителя своего, то соберите ваших друзей, пригласите на тортик, свечки, позначьте, вот сегодня Рождество Христово в моей жизни, два года назад, три года, десять, двадцать, пятьдесят, дальше. И он родился не просто там в Вифлеем Иудейском, а он родился в моем сердце, в вертепе моего сердца, моей души, моей жизни. Слава Богу. Еще споем? А, вот, о, хорошая песня, да, кстати, да. О, это такая уже такая харизматичная песня, я ее слышал тогда много, часто, да, «Все совершил» называется. Мы даже ее пели тоже, кстати, здесь она где-то тоже есть. Слова очень простые, народные, но такие очень святые, очень важные. Вот, да. Кто знает эту песню, «Все совершил он, нам дал победу», подпевайте тогда вместе с нами, хорошо? Да. Так часто не бывает, поэтому участвуйте все. Да, да. Все совершил он, нам дал победу, Дьявол, побежден, и смерть не властвует себе, Иисус Господь наш. О, Аллилуйя! Иисус Господь наш, и он царь тарей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Аллилуйя! Все совершил он, нам дал победу, Дьявол, побежден, и смерть не властвует, Теперь Иисус Господь наш. О, Аллилуйя! Он наш спаситель, и он царь тарей. Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Иисус Господь, Аллилуйя, 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 Слава Господу. Мне это еще нравится тоже. Ой, слава Богу! Пусть Господь благостает вас всех, дорогие друзья. Во имя Иисуса Христа. Сегодня у нас получилась такая вечерняя такая вот интересная. Да, да, да. Всенышная такая. Вечерняя служба обычно в православе называется всенышной. Хотя она может продлеваться всего лишь час-два, но уже называется всенышной. И пусть Бог благостовит, и пусть чудо совершится, Рождество, в судьбах миллионов и миллионов людей на этой земле. Разных цветов кожи, разных национальностей, разных культур. Пусть действительно прославится имя сладчайшего Господа Иисуса Христа в нас и через нас в этом мире. Слава Богу! Пусть Бог благословит. Да, спасибо огромное, Илья Михайлович, Илья Ивановна. Пусть Бог вас благословит и ваш дом гостеприимует. Это селье, пусть благословит Господь. Эти дни вот здесь. Пользуясь гостеприимством вашим. И всех вас, дорогие друзья, благоставляем. Во имя Иисуса Христа. Благословим, да? Вместе тогда благословим. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да присылит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надвижало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу. Говорите, слава Богу, святому. Аминь. Аминь. Да, так что... А может, есть рождественские песни у вас здесь нет? Рождественские. А, ну, надо было просмотреть. Ну, споем, как мы, если еще раз еще. Да, споем, да. Может быть, завтрак еще споем с утра. Вот, так что следите за трансляциями. Они могут быть такими внезапными включениями. Даст Бог завтра тоже за завтраком как раз что-нибудь споем еще такое рождественское, христианское. Я знаю, так вот, украинские калятки, рождественские некоторые, знаю, польскую калятку, знаю там одну, вторую. А на Урале, кстати, вот там эти староверы, эти старобрядцы, вот они, кстати, тоже, у них там песни. Они пели тропарь, кондак, ну, церковные, пестопения рождественские. А перед тем они пели вот такую народную, ну, вступление, по крайней мере, народное такое. Допустим, там мы заходили, когда в дом, там взрослые, дети, то они пели «Ангел с неба к нам спустился и сказал, Христос родился». Они все вместе. «Мы пришли» или там «Адемия» можно петь. «Я пришел Христа прославить и вас праздником поздравить». Они все там джу-джу-джу-джу, посох нам, что-то, стучали там. А потом уже перед церковным, там, этот тропарь, кондак, церковное пестопение такое рождественское. Ну, красиво, мне понравилось. Конечно, в Польше Рождество красиво. Я был как раз в это время, значит, Christmas time получается, как раз. Время предрождественское, до Рождества очень красиво, конечно. Все украшено, вот, все в этих огнях, сверкает все. Вот, и везде люди, вот, поют, прямо вот в центре Варшавы, прям. Идешь, одна группа стоит, поет, с какого-то костела, значит, там, значит, там кто-то вышел тоже. Группой юноши, девушки, старики, то есть разного возраста тоже. Объединяются в кучке такие и поют какие-то песни. Мне так это понравилось. Я очень полюбил вот это вот их пшепшай, вот так, прям аж по сердцу, как-то так вот. Там, джишай, бетлеем, джишай, бетлеем, веселая новина. Пре... Же пана, я уже на флакоидский перехожу. Же пана, чисто, же пана, чисто породила сына. Христос, че роджи нас освободил. Ангол играю, кроли витаю. Пастыр, блинка. Отсюда, отсюда оглашаю. Вот это мне нравится. Вот это из того, что запомнил. Сейчас уже позабывал уже. Тогда я себе даже и взял там польский даже. Их молитвенник, брендер, там у них там были записаны эти как раз калятки. Красиво. И как раз там тоже в одном из костелов проповедовал там в молодежном собрании. Там я как раз говорил, что были братья. Напоминал историю одну. Она как бы так полулегендарная, но она реальная история. И она при том была, оказывается, не раз в истории подобной. Была как бы история. Было и во время франко-прусской войны, и во время, самый известный случай, было во время Первой мировой войны, оказывается даже. Самый известный такой в истории. Когда, значит, братались солдаты вражеских, ну, воюющих держав, будем договорить. Представьте, многокилометровые окопы. Кстати, даже фильм сняли. Но, правда, не все сняли в этом фильме. Как бы вот, ну, некоторые моменты, к сожалению, режиссеру опустили. Вот, тоже самое, как «Титаник» снимали, допустим, да. Вот, значит, хороший фильм получился, зрелищный такой фильм. Да, такой, ну, как бы шедевр. Но, с другой стороны, к сожалению, режиссер, видите, опустил очень многие такие детали, которые как раз именно, ну, духовным взглядом, они как раз важнейшие. Знаете ли, когда человек, допустим, неверующий или маловерующий, да, смотрит, ему кажется одно важное. Но, когда человек уже смотрит духовным взглядом, ему видятся другие вещи более важными намного. Даже более важными, чем гибель этого огромного лайнера, там, значит, корабля этого. Вот, значит, дело в том, что там на «Титанике» же был случай, известный случай. Но режиссер хотел было включить это в сценарий, а потом что-то посчитал это неважным случаем. А он, как раз, самый важный, один из самых важных случаев, там, в этой трагедии «Титаника». Когда, значит, значит, во-первых, перед отлытием корабля, там, кто-то приходил, значит, и, ну, как бы, призывал людей к покаянию и говорил, что трагедия будет, значит, и корабль, он, ну, не обречен. Многие посмеялись над ним, сумасшедший проповедник какой-то вышел, значит, на пирс и стал говорить перед отлытием еще. И многие над ним посмеялись. А, но еще большие важности, мы не знаем, кто это был даже, некоторые говорят, это был, потом спрашивали, искали по описаниям оставшегося в живых, не нашли. Может быть, это был даже ангел даже, может, это не был даже человек обычный из Лондона, какой-то там, приехавший, как бы, значит, а это был, может, ангел Божий, потому что, ну, как бы, не нашли даже по описаниям похожего человека там. Вот, и говорили местные, что и не было такого у нас проповедника вообще, вот, судя по, как бы, описали его, вот, но он прям гневно предлагал, ну, обращался со словом покаяния и говорил, что корабль обречен, значит, и, значит, и, а все убеждены были, что корабль непотопляемый. Реклама так гласила. Но еще больше случаев, даже если это опустить, еще больше случаев, когда, там же был один из постарей, пресвитеров был, церковных, верующий человек, значит, и когда началась уже гибель, было понятно, что уже там дураку было ясно, что все, корабль обречен. И он, люди спасались за жизнь, хватались, и в шлюпах было мало, мало кто мог спастись, и в каждой шлюпке было прям вот, ну, уже вот под завязку людей. И один человек погибал в пучине уже все, и, значит, молило помощи, а на шлюпке был вот этот проповедник, и он сказал, он, короче, свое место уступил ему, вот, сказал, что я спасен уже, и моя жизнь уже в руках Господа, я уйду к Господу сейчас, а этот человек, по всей вероятности, он, говорит, не знает еще Христа. И он уступил место этому неверующему, вот, а сам, значит, погрузился в воду, и там и скончался. Вот, и вот, на мой взгляд, вот это событие зря режиссер опустил все-таки, потому что это очень важное духовное, очень важное событие. Для неверующего это кажется, ну, как бы, вот, знаете ли, неважным событием. Для меня, как для христианина, это очень важное событие. И вот то же самое время Первой мировой этой войны, когда вот эти километровые окопы были, и война, войны, они, знаете ли, и до Первой мировой войны были ужасные, но Первая мировая война произошла, все войны вместе взяты. По количеству жертв во время Первой мировой войны погибло столько же людей, столько за всю историю человечества, за все войны, что вело человеческий род, начиная с того самого Каина, убившего своего брата Авеля. Вот представьте себе, какая была бойня в истории человечества, неслыханная, не виданная до того. Вот, значит, потом Первая мировая война плавно перетекла уже во Вторую, которая превзошла еще и ее ужасами, всеми своими знателями, и Холокостом, Шоа, и другими трагедиями. Вот, и знаете ли, друзья, и вот время Первой мировой, когда пропаганда была с обоих сторон, это очень страшная вещь пропаганда, когда люди становятся, будьте здоровы, становятся жертвами пропаганды, вражды, всегда какая-то вражда есть, поэтому держим ухо востро, христиане, не поддаемся никакой пропаганде. Мы знаем, что Господь, Он любит всех и хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И вот момент интересный, представьте, многокилометровые окопы, как раз было время предрождественское такое тоже, сочельник был как раз, 24-е число получается, декабря, значит, и с одной стороны были немцы, русаки, с другой стороны французы, значит, и вот канун Рождества офицеры там, значит, и те и другие в штабах там уже Рождество отмечают уже шампанским, значит, а, ну, солдаты ушечное мясо в окопах в шеи кормят, значит, и, ну, вспоминают, что все-таки Рождество, значит, и стали петь, уж не знаю, кто там начинал, французы говорят, что французский салат, немцы говорят немецкий, ну, не важно сейчас уже, кто даже начал первым, важно, что все подхватили эту песню, одну песню пели, другую песню пели, немецкие салаты пели на своем родном немецком языке, французы пели на своем французском языке, вот, одни и те же песни, только на разных языках, и пели час, пели два, и настолько спелись эти вот солдаты, да, что, я не знаю, первые, кто вышли из окопов, наверное, были героями, на самом деле, представьте, оставив оружие в окопах, они вышли навстречу друг другу, хотя понимали, что, мало ли, там, это же война, люди теряли своих товарищей, друзей, злоба поднимается в этот момент на невероятный ужас, ну, как бы, уровень, и люди готовы убивать просто, знаете ли, но люди выходили из окопов без оружия, обнимались друг с другом, братались, первые в истории человечества братание вражеских армий происходило, дамы и господа, это удивительная вещь, братья и сестры, это действительно чудо божье, когда вражда была действительно прекращена, пусть это на время, пусть это была, ну, вспышка этой любви, но она была очень яркой, даже, кстати, фильм сняли, но, к сожалению, многие моменты опустили, вот, уже во время этих съемок, именно чисто христианских, вот именно, что это было, именно Христос был во главе всего этого, вот, и солдаты часами просто обнимались, пели гимны вместе, славили Христа, вот, когда офицерам старшим там доложили, что братание, они даже не знали, что делать, и те, и другие пытались растащить солдат, а куда там люди уж привыкли уже, вот, обниматься, значит, там, значит, целоваться, значит, и славить Христа вместе, вот, еле-еле растащили по окопам снова, вызвали трибуналы, начались аресты, и с той, и с другой стороны были под трибунал отданы зачинщики, и те солдаты, и младшие офицеры, которые отказывались, значит, продолжить боевые действия, убивать друг друга, вот, которые хотели дальше славить Христа, и с одной, и с другой стороны произвели расстрелы, значит, особенно жесткие были наказания в немецкой армии, там, сотни солдат, офицеров были расстреляны, вот, значит, за отказ продолжать, их посчитали предателями, значит, Отечества, вот, и французская сторона тоже расстреляла своих солдат, офицеров многих, значит, которые тоже отказывались дальше вести боевые действия, увидели, ну, понимаете, люди пережили такой стресс, что Христос был посреди этих окопов, посреди этого ужаса, вот, сейчас фильм сняли, значит, но вот именно вот это, самое главное-то, изюминку и потеряли, к сожалению, что Христос был в центре этого внимания, да, там говорится о Христе, но настолько, вот, как бы, постольку-поскольку больше человек, как бы, да, больше гуманизм человеческий, вот, как бы, вперед выпячивается, но без Христа все становится мертвячиной, и, знаете ли, я думаю, что царство тьмы в то время было в таком поражении, вот, и прошли десятилетия, прошло столетие уж, знаете ли, и сегодня на том месте, там, это Бельгия, по-моему, да, там стоит обелиск, памятник, меня привозили там, показывали тоже, значит, мы были на том месте, где вот, это было братание, первое в истории человечества братание враждующих армий, воюющих армий, представьте, я это сделал Христос, вот, к сожалению, на памятнике тоже не отмечено, что это именно Христос сделал, но там говорится, тоже там, и на немецком, на французском, по-моему, еще на голландском там написано, по-моему, если не ошибаюсь, там, что, значит, именно, что время Рождества, исполнение рождественских гимнов звучало, вот на этом месте, враждующих, воюющих армий между собой, я думаю, это очень хороший знак для всех нас, что сегодня политики порой ломают голову, знаете ли, как прекратить вражду беспричинную всякую и причинную, народы многие в смятении сегодня, знаете ли, в ненависти порой друг о другу, но я знаю, что есть выход, вот в рождественских беседах, скажу так, есть выход, этот выход сам Иисус Христос, и ни в ком другом нет выхода, ни в ком другом нет спасения, примирения, и каждого индивидуума, каждого из нас в отдельности, и сообществ, и целых народов, и международно, лишь один Иисус Христос. И знаете, дамы и господа, братья и сестры, кстати, очень хороший пример еще один, значит, это вот Владимир Марцинковский, один из служителей евангельских таких пробуждений еще сто лет назад, он об этом тоже свидетельствовал, тоже как раз, ну чуть меньше сто лет, потому что в 20-е годы, когда его выдворили из Советского Союза, ему позволили выйти, ну прямо вот буквально накануне того, как занавес уже железный опустился, ему позволили выехать в Европу, и он женился на дочери немецкого археолога Шумахера, который работал в Палестине тогда, ну тогда еще не было возрожденным государство еврейское, но тогда и евреев там проживало немного-то, собственно, значит, в основном было арабское население, значит, ну и земля была запущена, заброшена, хотя в некоторых городах жизнь так более-менее отцеплилась в то время, это между мировыми войнами, и вот, значит, и Владимир Марцинковский тогда поселился с супругой своей в Хайфе, портовый город, там жизнь более-менее отцеплилась, значит, и в Хайфе он как раз приехал в тот момент, когда, знаете ли, разные народы, в основном евреи, арабы, и вражда это ощущалось очень серьезно, но самое интересное, он начал новую церковь, общину там, первую в своем роде мессианскую такую христианскую общину, где были и евреи, и арабы вместе, и они, такого раньше не было, до того такого не было там, чтобы и евреи, и арабы были вместе, и вместе славили Ису Масиха, Ишуа Машеха, Иисуса Христа, пели гимны, и Марцинковский потом, он дожил и до окончания Второй мировой, и до возрождения государства израильского, значит, в 1948 году уже, которое произошло, 14 мая, значит, когда Бен-Гурион зачитал Декларацию независимости Израиля, вот, он прожил и после еще некоторое время, и даже участвовал там в радиопрограммах регулярных таких, значит, из Хайфы и вообще из Израиля на русском языке транслировал, вот, в Союзе, правда, глушили его, значит, но, как бы, некоторые программы имели очень большой успех, резонанс среди верующих тогда, это были 50-е годы уже, и знаете, интересно, что вот записи некоторых программ сохранились, и сам Владимир Процинковский, как раз и подчеркнул, что такого еще вот в истории не было раньше, это опыт уникальный, когда и евреи, и арабы, казалось бы, извечная вражда, но есть примиритель, есть примиритель и спаситель для всех, и арабов, и евреев, поэтому, в принципе, любой конфликт, он решаем Господом, он решаем, лишь бы мы доверили Ему свои сердца и открыли Ему свои сердца, для Его любви, для Его прощения, для Его милости, Ему слава во веки. Так что, до встречи и на земле, и на небесах. Это пишут там, Мари Крисмас, поздравляют уже. Хорошо, все, тогда с Богом, с Богом. Аллилуйя. Так, здесь тогда включаем. Субтитры создавал DimaTorzok